Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Борис и я рад приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что смотрите, спасибо, что со мной. Сегодня я для вас подготовил обзор на одну из моих новинок. Неделю назад аромат я приобрел. B683 экстракт, версия экстракт, друзья, от марка Антуана Боруа. Очень давно я хотел этот аромат заполучить в свою коллекцию. Почему я хотел именно B683 в коллекцию, именно в версии экстракт? Дело в том, что некоторое время назад, где-то около полугода, мы с Вадимом Сергеевичем захаживали в космотеку, где тестили как раз обычный B683 и вот как раз версию экстракт. И обычно меня как-то не очень впечатлил, не зацепил. То есть он мне показался несколько вторичным, именно на фоне ганимеда. Он перекликается с ганимедом, ощутимо, на мой взгляд. Ну как-то вот, да, прошел мимо меня. А вот когда я поднес блоттер, надушенный как раз экстрактом 683, я, конечно, впечатлился. То есть он прямо меня так вот в шок вверх по-хорошему. Потому что я услышал отголоски ганимеда, но эти отголоски утопали в таком прям вязком, анималистичном уде. Вместе с тем что-то фруктовое я услышал, это тягучее такое, что-то темное. Мне очень захотелось это вот приобрести в коллекцию. И, наконец-то, аромат у меня, собственно говоря. Что хочется вначале про него сказать, пока не забыл. Марк Антуан Боруа это не нишевый аромат, это люкс, безусловно. Но все-таки у меня идет больше отношение к ним как к нише. Потому что, безусловно, в этом виноват ганимед, который звучит совершенно не по люксовому, не по бутиковому. Он звучит именно по нишевому. Он более нишевый, чем многое ниши, скажем так. Поэтому для меня все-таки это нишевая история, но номинально это люкс. Что касается B683, здесь мы имеем как раз-таки историю не совсем нишевую. На мой взгляд, как в случае ганимеда. А она больше такая вот как бутиковая линейка люкса какого-то. Потому что аромат настолько ладно скроен. Здесь есть узнаваемые какие-то черточки. Он пересекается для меня с Малевским Промисом, например. Там яблочко с удом. Есть, есть что-то узнаваемое. То есть, в принципе, он как бы и на ганимед похож на многие какие-то удовые ароматы. Но он очень хорошо именно причесан. Он очень хорошо собран, сбалансирован. И вот это заставляет как раз воспринимать его как вот такой больше такой вот именно продукт люксовой парфюмерии. Но в каком-то уже вот этом вот диапазоне более высокой стоимости, там, приватной линейки какой-то. Вот у меня к нему такое отношение. Значит, ну коробочку давайте я вам покажу, как все упаковано. Все красиво. Как всегда, у Марта Антуана Буруа. Коробочка узнаваемая. Так, вот так это все выглядит в коробочке. 50 мл флакончик. А больше-то и не надо, друзья. Это же экстракт. Стойкость зубодробительная. Шлейф километровый. Книжечка. Все как обычно. Ну и расскажу вам свои впечатления и ощущения отношения данного аромата с удовольствием. Для начала возьму салфеточку и сдобрю ее, друзья, сдобрю добрым пшиком. Потому что пшик здесь такой же добрый, как и у ганимеды, как у любого аромата от Марка Антуана Буруа. Это бронсбойд. Поэтому, в принципе, достаточно и полупшика. Иной раз я наношу два полупшика. Потому что, ну, я боюсь целиком эту кнопочку нажимать. Аромат, профиль аромата все-таки такой вот удовый. И пока что мне хватает двух полупшиков. Вполне. За глаза ему сказал. Флакончик это вообще, да, флакончик это отдельная история. Прям вот для людей, которые этим делом болеют, как я. Это такой вот слиточек маленький, слиточек золота. А вот это вот B683 экстракт, надпись, да, и все, что ниже написано, это все как бы даже и не надпись. Это просто прозрачный участок, вот в этом золоте как раз. То есть там виднеется жидкость на просвет. Очень интересно сделано. И смотрится очень дорого, богато. Все как мы любим. Итак, по аромату. Значит, на старте, давайте сначала по нотам пробежимся. Сафролин, первый паз, но в нотах. Ребят, я не знаю, вот я что-то в первый раз увидел эту ноту. Расскажите, кто знает, что это такое? Это производный от шафрана? Мне кажется, да. Потому что, ну, шафролин что ли какой-то? Потому что написано по-английски. На русской фрагрантике не переведено, написано по-английски. Так вот, этот сафролин, ут, зеленое яблоко, лисфиалки, кумин, австралийский сандал, пачули из Индонезии, розовый перец и ваниль. Что хочу сказать. Со старта это ярчайший такой, прям мощный и вместе с тем свежий взрыв. То есть здесь и ут, здесь и анималика. Здесь и вот яблоко, прям сочное такое зеленое яблоко. Это сочно звучит по-настоящему. И свежо, озоново, то есть в некотором степени как раз на старте он перекликается с ганимедом для меня. Потом перекличек все меньше. Когда аромат усаживается, он становится более кожаным. В нем больше вот этого шафрана я слышу. Хотя кожа напрямую в нотах не указана. Ну и пусть. Я ее очень хорошо слышу. Мне кажется, здесь даже овердос кожи, по сути. Но звучит это очень богато, очень дорого. То есть когда он усаживается, он становится кожаным. И вот превалирует кожа и ут. То есть уже фруктики успокаиваются. Фиалка уже чуть-чуть вот тоже успокоилась. То есть уже нет вот этого озонового взрыва свежести. То есть все уже более спокойно. Звучит он, если так тремя словами, очень статусно, богато и мощно. То есть вот у меня прежде всего такие слова приходят в голову. И как я уже сказал, в общем и целом ощущение от этого аромата, что это что-то такое вот тягучее, что-то темное, что-то сочное, что-то фруктовое, что-то горьковато, анималистичное. То есть он прям вот классный. Классный. Он прям за душу берет, ребят. Потому что я неспроста, он у меня сразу в хотелках оказался. Он мне понравился, конечно, очень сильно. Потому что, повторюсь, B683 в обычной версии, он как-то вот просто вот мимо. Ну, для меня. А эта штука, она прям вот особняком стоит. Вот наравне с ганимедом для меня теперь уже. Проскальзывает, да, где-то вот Малевский промисс, вот этим яблочком, удиком. Но в промиссе, в промиссе, там уд такой как бы, ну, не анималистичный. То есть она такая более классическая вариация, как по мне, уда. И вот яблок, вот сочетание уда с яблоком, да, чуть-чуть похоже, что-то есть. Но здесь, на мой взгляд, это интереснее как-то подано. Здесь анималика. Он очень такой вот переливчатый, анималистичный. Но анималика, ребят, она здесь не выпячивает, да. То есть она не берет, не притягивает на себя одеяло. Она как часть игры воспринимается. То есть он вкусный. То есть не возникает вот какого-то такого желания там сморщить носик, да, там как-то убрать от себя подальше его. Ну, у меня во всяком случае. Он реально вкусный. Допустим, возьмем ту же анималику от Дуситы, от Инфини. Там иной раз, да, там иной раз, ну, как бы он вкусный и для меня тоже, но все равно там прям ярко выраженная такая вот какашечность прямо, скажем прямо. Здесь такого вот нету все-таки, да. Он играет, он играет вот этими гранями, переливается. Но это настолько тонко, настолько изящно сделано. Квентин Биш в очередной раз просто показал себя маэстро. Это шикарная работа, просто балла. Вот для меня, что такое шикарная работа в парфюмерии? Это прежде всего сбалансированная работа. Вот здесь мы имеем полностью сбалансированную работу. То есть ничего не выпирает, все на своих местах. Анималистично, да, но опять-таки, повторюсь, не перетягивает на себя одеяло. Ут очень красивый, горьковатый. Полное ощущение того, что аромат дорогущий. Как вот с пятна нюхаешь, так и в шлейфе. То есть он, ну, ощущение полное, что аромат стоит своих денег. И ут, я уж не знаю, какой здесь, ну, наверное, опять-таки, не натуральный, скорее всего. Но звучит он очень чисто. То есть вот хочется, хочется думать, хочется верить, что это натуральный ут. Потому что звучит это очень классно и, повторюсь, вкусно. Даже если это синтетика, то сделано все очень на высоте. Вот, друзья, такие у меня ощущения, такие у меня впечатления от первой недели разноса данного аромата. Очень, я повторюсь, счастлив его приобретению. Ребята, подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Я вас очень жду. Там ссылочку на него я оставлю в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. На своем Телеграм-канале я провожу предраспиво ароматов, распиво ароматов. В общем, я с удовольствием делюсь ароматами из своей коллекции, друзья. Заходите, возможно, вам покажется интересным. Буду рад вам. Также в описании к ролику вы найдете мой личный именной промокод 10Lover на скидочку в магазине randewu.ru. Скидка 10% суммируется со всеми другими скидками. Многоразовый промокод, поэтому можете применять его хоть сколько хотите раз. Чем больше, тем лучше. Для меня в том числе, друзья. Ставьте ваши царские лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Я очень ценю вашу обратную связь. Стараюсь отвечать на все комментарии. Для меня это действительно важно, друзья. Ну а тем, кто досмотрел данный ролик до конца, особенное спасибо, ребят. Я вас обожаю. Всем пока. До новых встреч, друзья.